Виталий приветствую тебя сегодня снова обсуждаем рынки техника фундамент смотрим на рыночные возможности друзья и конечно же вам подсказываем как что сейчас можно использовать чтобы заработать сегодня опять же эфир совпал с очень важным событием для рынков сегодня состоится первый день выступления Павла в конгрессе перед сенатом с полугодовым докладом по денежно-кредитной политике поэтому участники рынка настраиваются на повышенную волатильность если настраиваться на повышенную волатильность я точно могу сказать что она действительно будет и это еще один повод вам подсветить важность контроля рисков соблюдайте риски следите за плечами за загрузкой депозитов это важно по поводу того что может произойти сегодня да и в целом я предлагаю параллельно перейти к инвест идеям у меня график евро доллара открыть и буду на примере евро доллара разбирать текущую ситуацию евро доллар наверное логичнее было бы сейчас рассмотреть индекс доллара но там волатильности оставляет желать лучшего в принципе индекс доллара всегда довольно консервативный актив и ходит не так мощно и интенсивно как валютный пар поэтому предлагаю рассмотреть сегодня как раз евро доллар тем более что евро доллар это зеркальное отражение индекса американской валюты по выступлению паула вот на прошлой неделе как все прекрасно помнят состоялось заседание американского регулятора в ходе которого фрс повысил ставку на 75 базисных пунктов это было ожидаемым ходом но может быть мало кто рассчитывал что прям на 75 базисных пунктов поднимется но мы помним что за несколько дней до заседания фрс вышел отчет по инфляции согласно которому инфляция в сша достигла нового 40 летнего максимум 86 процентов поэтому фидеризирую пришлось действовать в более проактивном ключе пришлось дать рынку более высокую процентную ставку потому что уже тоже отмечалось во всех книжках экономической теории прописано что если есть проблему инфляции и нужно решать жесткой монетарной политикой сейчас кстати по поводу ожиданий того как ставка будет меняться дальше очень сильное смещение в сторону того что агрессивное повышение продолжится и до конца этого года эта ставка может со текущих 1,75 процента вырасти до 3 и 7 или даже до 3 по моему 3 и 9 4 процентов если мы наложим опять же на вот эти ожидания прогноза потому что фрс вполне может на заседание в июле поднять ставку снова на 75 базисных пунктов потом сентябре и ноябре на 50 базисных пунктов на каждом заседании по крайне года еще либо на 25 либо на 50 туда так оно и получается нейтральный уровень процентных ставок в районе четырех процентов доллар на это отреагировал как мы помним ростом индекс доллар обновил 20 летние максимумы европейская валюта поперла вниз и уже который раз ну не то чтобы который второй раз за последний месяц пыталась скрепиться в районе 1.0350 и двигать ниже но вот покупатели все-таки снова собрались силами мы видим даже на текущем графике на часовом тайфрейме как пару выкупили до отметки 1 06 я думаю что сегодня вот этот нисходящий тренд который уже возобновился распродажных евро доллар они будут продолжить потому что мне кажется что пауэлл раз уж придерживался жесткой риторики на пресс-конференции на прошлой неделе сегодня будет в принципе говорить том же ключе что ставки необходимы более высокие для американской экономики и это трейдерами будет воспринято как еще один сигнал чтобы купить доллар потому что на фоне территорики сто процентов снова вырастут доходности американских облигаций я сегодня не буду говорить про американский фондовый рынок но хочу подсветить возможность друзья вам если кто-то из вас шарфит там индексы снг на знак долл джонс сегодня на фоне жесткой риторики паула эти распродажи могут усилиться и если меня не изменяет память индексы реально уже идут вниз по поводу европейская валюта 104 75 сейчас котировки я предлагаю дождаться теста снова не то чтобы сопротивления а уровня который чуть выше статусе статусе семей периодный скользящий средний это примерно 1 05 20 и оттуда поставить отложку sell limit стоит профитом на отметке 104 при этом стоп-лосс на уровне 1 05 70 если в этот раз собственно сегодня-завтра распродажа европейской валюты снова приведут ее к уровню 103 60 то я думаю что на одном из следующих эфиров можно будет даже говорить о потенциале снижения в районе паритета который сейчас увеличивается растет и может действительно реализоваться так по поводу пары доллар и иена сейчас котировки 136 26 24 летние максимумы по паре и на таких максимумах очень рискованно конечно же открывать длинные позиции но я все-таки предлагаю сейчас действовать и рисковать частности поставить отложку buy limit на уровень 135 50 стоп-лосс 134 90 и этой профит уже в районе 137 137 50 расчет на рост пары доллар и иены как раз обусловлен вот этим контрастом монетарных политик которые сейчас очевиден как нигде в этом дуэте актив потому что мы понимаем и я только что озвучил что пресс повышать процентной ставки а банк японии остается единственным регулятором развитых стран которые все никак не может свернуть экономические стимулы и каждый раз когда проходят заседание нам говорят чиновники банка японии о том что экономическое стимулирование продолжится то есть программа количественного смягчения которая сейчас реализуется кстати не ограниченных объемах чтобы удержать доходности японских облигаций ставка которая лежит ниже нуля и пока вот этот контраст дифференциал стала поставок не изменится у японской иены будет не так уж и много шансов чтобы оказать давление против доллара можно было бы сейчас конечно говорить об интервенциях внезапных но я считаю что их вероятность крайне низка потому что если бы банк японии хотел вмешаться в такую ситуацию и считал бы реально курс иены сейчас катастрофическим для экономики плане то это вмешательство произошло бы еще на прошлой неделе его нет поэтому я допускаю что раз будет продолжен поэтому сделка в принципе анонсировал а также хотел обратить внимание друзья на пару доллар канадец сейчас рублим котировки 1.30 сегодня на повестке экономического календаря не только выступление паула но еще и данные по инфляции в канаде которые выйдут в 15.30 по московскому времени а выступление паула кстати на 16 после этого я думаю что индекс потребительских цен сегодня все-таки будет не таким высоким как прогнозируют эксперты потому что попробовал найти вот по стат данным по статистике но не такой уж и значительный скачок цена в сфере услуг скажем так и на продовольственные товары в канаде поэтому вряд ли инфляция могла там превысить то что от рынку на 0,4-0,5 процент поэтому если мой расчет окажется верным то когда выйдут более скромные значения по росту инфляции это немножко охладить рыночный энтузиазм о том что банка канада обязан прям также агрессивно повышать ставки как и раньше и еще сейчас у нас идет локальные снижения на рынке нефти что негативный фактор для канадского доллара поэтому здесь я предлагаю действовать прямо с текущих уровней стоп-лосс 1.2950 и тейк-профит выше уровня 1.31 и пару слов еще буквально про рынок нефти который с тех пор как мы с тобой последний раз обсуждали перспективы этого актива восстановился до 125 долларов за барр и сейчас идет коррекция я считаю что если вот это вот снижение продлится до уровня 107 50 оттуда можно будет локально купить это нижняя конница такого долгосрочного восходящего канала рискнуть и потому что фундаментальный фон все-таки сейчас позволяет говорить о том что спроса опережает предложение и после вот этой коррекции насколько бы она мощной не было может последовать повторный выкуп поэтому по нефти сделка 107 50 с стоп-лоссом 106 50 профитом выше 110 виталий снова тебе приветствую самое самое важное что на сегодня есть то что все начали говорить о виталий немного плохо тебя слышно а сейчас хорошо слышно вот когда ты держишь микрофон так лучше и да помнишь в прошлом году еще там после прошлого говорили о инфляции а точнее и называли время еще несколько месяцев назад на несколько время то есть в таком формате и как видим они ошиблись да да и что они начали делать что они одно только умеют делать это поднимать повышать ставки процентные чтобы обуздать эту инфляцию они начали делать и они тем самым убивают скажем фондовый рынок убивают практически экономику потому что отражают деньги да и сейчас многие скажем аналитики говорят о рецессии там где-то как они говорят процентов где-то 40 43 до недавно один тоже управляющий крупным фондом заявил о вероятности 50 на 50 то есть так интересно поэтому я думаю что нас ждет рецессия и депрессия что-то а-ля формата то что было практически 90 лет назад то что было двадцать девятых годах так далее поэтому глобально как я уже говорил еще прошлом одобрил нас ждет глобальный разворот что стоит не стоит инвестировать долгосрочно акции американских компаний ну без разницы европа рынок снг там китай его практически убили полностью если и америка пойдет на снижение и китай еще дальше поэтому нас ждет как ты сказал повышение до конца года и сильное снижение дальнейшее после 500 поэтому напомню прошлый раз наши последние битве я давал рекомендацию хороший на шорт по индексу снг 500 в районе там 41 50 практически мы здесь торговались мы красивенько отпадали полторы недели мы падаем кто ранее не шортил принципе можно сейчас ну я конечно такие моменты не люблю шортить когда мы отпадали без каких-то коррекций но кто ранее не шортил есть возможность текущих пробовать чертить это текущие 37 00 на если будет какая-то локальная коррекция в район там 37 50 пробует там добавится шорт с общим ступлосом и за получается прошлой неделе локальные локальные максимум 38 35 как то вот так вижу возможно мы продолжим а вот это снижение потому что у нас есть куда падать и так далее ну в принципе другие индексы аналогичных а был джонс нас так по ним тоже то же самое дальше биткоин ну по биткоину с текущих принципе он очень сильно как я уже ранее говорил коллерируют нас таком я говорил что этот рынок биткоина он работает через рынок и по то есть те кто закладывает свои акции или там другие активы им выдают новые деньги они инвестируют в рынок криптовалют если падают основные активы то и падает и вот это цифровое будущее аналог золота напомню прошлый раз у меня была ошибочная аналитика торговая рекомендация но я цел такую меточку что пока мы выше уровня 29 300 возможно здесь будет какая-то коррекция повыше если уйдем ниже уровня 29 300 неплохо закрылись ниже то у нас ждет дальнейшее снижение так оно в принципе произошло на текущий момент конечно на их исторических минимумах и плюс сейчас индекс страха зашкаливает по биткоину находится на статистических максимумах так скажем плюс смотрел на днях данные по google trends по поводу да 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 то есть смешно да такое какое-то название биткойн мертвый меня это удивило конечно это говорит о том что рынок перепродан и где-то где-то нужно искать какие-то точки входа на покупку с возможной какой-то коррекции или каким-то ростом но это тоже вот эти все данные по индексу страха они тоже говорят о сильной перепроданности но и также нужно понимать что это также является сигналом медвежьего тренда да и поэтому просто потому что низко покупать это одно я бы искал какие-то технические паттерны плюс там смп 500 если что-то будет разворачиваться потому что это одно мы я все время говорю что мы говорим о каких-то долгосрочных скажем фундаментальных моментах да нужно понимать что рынок может корректироваться и расти против рынка против фундамента да и если есть какие-то точки ухода в лонг мы покупаем коррекции или что с этого получится то же самое биткойн поэтому пока я за снижение все что ниже так скажем уровня если мы будем проваливаться 19 700 то мы дальше будем как я думаю 500 возможно дальше падать конечно так неплохо выкупили на выходных вот этот я думал что коррекция затянется чуть повыше но вчера так скинули и так далее дальше что еще ранее говорил о золоту говорил о покупках пока не сработала где то есть те покупки которые я говорил текущие месяцы они себя не отработали ну локально здесь был рост неплохой но то что я ожидал не получилось и на текущий момент тоже сложно сказать будет ли рост текущих или мы еще будем минимумы которые были прошлого месяца вроде там 1780 обновлять и дальше расти пока здесь картинка кривая неровная для меня для покупок возможно будет но я бы подождал чего-то более красиво дальше нефть марки бренд очень красиво отработала напомню прошлый раз я говорил что нужно искать в этом диапазоне на максимум локальных точки входа в шорт я как раз 15 числа со своими учениками там появился неплохой импульс на шатин очень красиво показала что мы не хотим расти и здесь я предложил 15 июня шортить в принципе около 10 долларов снижаемся на текущий момент пока торговых идей нету ранее шортил локально максимум в принципе можно часть фиксировать часть держать потому что здесь может любой момент начаться коррекция чему она произведет к обновлению максимум сложно сказать что еще добавить ну по евро доллару принципе я с тобой согласен по поводу шарта но тоже как-то здесь кривенько смотрится я даже вчера думал о каких-то покупках он принципе локально себя отработал интродэй но дальше под конец дня задавили и здесь скорее шорт но достаточно осторожный потому что индекс доллара тоже обновил текущие месяцы мы обновили июне максимума с мая вроде там 105 сделали какой-то ложный пробой и принципе здесь может какая-то коррекция более существенная начаться как и по евро но пока она такая очень тяжелая я знаю что из шарты против тренда очень очень сложно делать формате нужно дожидаться более безопасного точки кода потому что можно наловить много лосей ну я бы скажем такую отметку дал быть осторожным еще добавил бы но индекс страха который есть у нас на так так и он x который есть он тоже подтверждает снижение 500 здесь мне кажется тоже будет рост сейчас у нас текущий 31 30 условно тоже смотрится на рост и возможно достаточно сильно накопления получится еще хотел добавить давал комментарий по доллар йене слонгом мне есть достаточно интересная идея по кросс паре возможно кто торгует австрийский доллар йена спрашивал мнение мне кажется здесь возможно пробовать чертить то есть у нас цена девяносто четыре сейчас практически да стоп лоссом за сегодняшний хай этот девяносто пять сорок конечно возможно поставить лимит очку чтобы был побольше объема править девяносто четыре сорок пять но желательно посмотреть как сегодня девка закроется если будет красивый откат пробовать чертить с целями и возможно ниже пока у меня все за сделки следим сегодня как я уже отметил интересный день ждем выступления конгрессе настраиваемся на волатильность на активную торговую сессию но итоги тогда подведем уже в понедельник обсудим как раз два дня выступления паула а чем все это завершится где будет доллар как его динамика отразится на фондовом рынке опять же настроение трейдеров на евро и что произойдет с прочими активами которые мы строим проанализировать тебе тоже хорошего закрытия недели в италии хороших выходных и до понедельника пока удачи